В День России для первого лица республики провели необычный тест-драйв. Рустам Миниханов, президент Татарстана, оценил электробус Шаттл, беспилотный автобус, который производится КАМАЗом совместно с научно-исследовательским автомобильным институтом ИНАМИ. Это будет уникальная машина, это отечественная разработка. Я вот хотел бы поблагодарить наших коллег из КАМАЗа ИНАМИ, которые сумели создать этот автомобиль. У него возможности намного больше, но так как законодательная база пока ограничена, это демонстрационная поездка, и платформа этой автомобиле позволяет делать много-много хороших вещей. Беспилотный транспорт – это уже не фантазия, а ближайшее будущее. Такие электробусы не только экологически чистые, но главное – безопасные, ведь робот не знает усталости и не совершит ошибку. Такой транспорт станет основой умных городов, о которых все чаще задумываются по всей России. Казанский федеральный университет также ведет разработки в этой области. Совместными усилиями КАМАЗа и Казанского университета ведется создание беспилотных транспортных систем, машин, инфраструктуры и системных умных знаков. Благодаря вот такому сотрудничеству у нас есть возможность иметь эту аппаратуру, иметь самую последнюю, самую современную аппаратуру, наверное, той, которая не на всех предприятиях Рустеха есть. Мы имеем некие наработки, которые, ноу-хау, те, которые запатентованы, и можем, так сказать, решать те задачи, которые у других не решены. Вот это самое, так сказать, основное. Напомним, что 8 мая на Крымском мосту прошли первые испытания беспилотного автомобиля КАМАЗ, технологии которого разрабатывали совместно с Казанским университетом. А чтобы проверить, как будет функционировать умный мегаполис, начнут с малого. По словам ректора Казанского университета Ильша Дагафурова, территорию студенческого кампуса деревни Универсиада превратят в тестовую площадку, где испытают в разработке вуза. Олег Ашин, Универньюс.